О, снова люди подлетают. Я, короче, да, решила сделать заново прямой эфир, и я решила никого не присоединять, потому что, когда я присоединяла свою подругу, то у меня эфир начал очень дико тормозить. Поэтому еще поболтаем так. О, Ринаточка, привет! Рассказывай, Солнце, как у тебя дела? Как у тебя еще выходишь на танцы? О, мой дружище, детство, Дэниэл Сницарев, ну-ка, когда вы приедете к нам в Эстонию? Как у тебя все дела? Так, всем махаем. У вас уже 20, да, супер. Короче, еще задавайте какие-то вопросы, что-то расскажу, покажу. Хотя показывать я на самом деле могу мало, так как тут будет Wi-Fi постоянно тупить. Так, да. Кстати, на острове у нас началась весна, и это жутко. Я сейчас вообще абсолютно не крашусь, я вот крашу только брови. Ресницы у меня свои. Так, махаем, махаем. И, короче, первое время я красилась, и перед тем, как вылететь из Эстонии на Сейшелы, какой у меня акцент, мне кажется, абсолютно обычный, то я купила даже тональник на несколько оттенков темнее, и просто у меня он настолько светлый. Да, мы с ней будем общаться, тем более мы живем, наверное, в 150 километров, это вообще очень быстро, и считаю, что у нас красивее. А, границы вообще нету. Так, у нас с Ромашовым все хорошо, все хорошо, не переживайте, а просто общаемся. В общем, как говорится, смотрите в эфире, все увидите, хотя вам все равно не все показывает, что здесь происходит, абсолютно не все. С одной стороны, возможно, хорошо. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Вот, не знаю, кто-то слышит, кто-то нету, у нас было сегодня немного свободное время на съесть, мы с Лейлой выехали с нашего маленького острова, поехали в магазин за кое-какими продуктами, и мы потом поехали на пляж, и, блин, на пляже было так круто, я давно вот не чувствовала такой чил. Там просто собираются огромные компании и вместе отдыхают, и дети, и взрослые играют, очень громко музыка, и все танцуют, блин. У нас в Эстонии, мне кажется, такие все амебные, допустим, если кто-то включит музыку, то они сидят, и все. Допустим, могут там пить дальше, либо разговаривать. Так, Даник, я на Сейшелах, алло. Я никак не реагирую на провокации, меня они вообще раздражают, и нет смысла на них вообще что-то отвечать. Честно, я редко смотрела Дом-2. О, Лерочка, пришла Лерочка. Получается, уже моя бывшая соседка, она уже сегодня от меня съезжает. Что ты кушаешь? Подарок Аденьева? Чусь. Короче, да, жили вместе, теперь наша банда распадается, и, в общем, теперь я больше на Вилле тоже не буду жить. Хотя я так привыкла за неделю, а там было так кайфово спать. Одно на двуспальной кровати. Я опять на диване буду спать. Какая моя любимая книга? Мне кажется, а я вот даже не вспомнила никакие названия. Я мало читала книг. И у меня вот было часто такое, что я начала отчетать книгу, и я ее никогда не дочитывала. Опять же, Сереж, давай. Смотрите, топ-три книг. Давай. Первая — «Транссерфинг реальности». Вторая — «Империя ангелов» Бернард Вербер. И третья — «Луиза Хейт». Это, в принципе, любая, это по психологии. Лерка приезжает к Кристине Бухнебалде. И... Надолго ли это? Ну, думаю, что нет, но... Пока так. Ой. А ты сегодня вообще не выезжала никуда, не в магазин? Нет, для меня тренировка слила. Блин, мы, короче, выехали, и мы поехали на пляж. Там было так круто. Эти креольцы не такие голодные. Вот мы просто идем, они постоянно сигналят. Потом, наверное, минут 20 с нами ехал челик на велосипеде, постоянно болтал. Так, махаем дальше. Кстати, без конкурса, вечером, на самом деле, так скучно. Вообще. Просто нечем заняться. Мы с Лелой, наверное, минут 20, короче, сидели на ССЛ, на старой площадке. Ты не знаешь, где мой фен для вас? Найдешь фен? Нет, не знаю. У меня вообще фен такой. Ну, может, если найдешь, потому что я его не буду. Нет, мы не с Женей. Я жить одна не буду. Я жила, получается, неделю одна на Гиле. Это было кайфово. Ну, получается, начевала это не совсем одна. Вот. А сейчас мы будем вместе жить с Лелой в Бунгало. Мне никто не нравится. Блин, Даник, я тебя бью. Я тебе скажу так. Мы с тобой в садике вместе были. И до пятого класса сидели за одной партой. Даже до четвертого, пока ты не уехал в свою Германию. Кидок. Такой кидок. Это мы также дали нашего лодочника. Получается, нам дали якобы час на свободное время. Мы выехали очень поздно. И было, получается, минусок. И мы потом встретили редакторов. И они нас обратно на машину докинули. Вот. Это мы на СССР. У нас там такие были просто душевные разговоры. Я бы дальше жила бы одна на Гиле. Потому что там мне комфортно. И там мне нравятся соседи. Там есть кухня. Я могу нормально готовить, а не идти на бар есть. Но случились обстоятельства, то, что Лейла поругалась с барышом. Они вместе жить не будут. И неприятная ситуация случилась. Да, именно поэтому ты, блин, в СССР, в Германии. Что у Леры с Дани? Лера, что у вас с Дани? Ничего. Я абсолютно разочарована в Дани. Не сиди. Хорошо, так. Разочарована в Дани. И не хочу с ним общаться. Мне он не интересен. Но я иду дальше. Конечно, скучаю. Конечно, скучаю. Ой, блин, я трогаю чьи-то стакан. Самой. Я думала, опять барыш его ставил. Я тоже скучаю. Я тоже скучаю по всем. С Гимой хорошо общалась. Особенно до моего уезда. Ты жива? Ой, Гелечка, привет. 55. Я реально думала, что, знаешь, будет только 5 человек. Кстати, почему так эти шлепки быстро разваливаются? Серега об этом говорил. Я вот смотрю, что у тебя сбоку они поотклеивались. Так, тут вопрос. Ты же с Лерой жила. Не хочешь с ней лучше, чем с Лейлой? Да я же объяснила ситуацию. Что я жила на Вилле. Смотрите, я вообще ни при чем. Лейла поссорилась. Я тоже ни при чем. И вариант либо мне жить... Продолжение следует... Продолжение следует... Все заживает. Слушай, тут из-за того, что большая влага, реально долго заживает. Да, мне так жопа болит. Я вчера качала, у меня она болит. Мы потом поднимаемся по этой длинной лестнице, а я чувствую... Ну, знаешь, я реально не понимаю таких людей, которые на тебя подписаны. Там, допустим, тоже лайкают твои посты, а потом они их же затирают. Ты только думаешь, что вообще об этих людях? У нас сегодня очень скучно в воскресенье. Нет, ему ничего не нравится. Давай, Дэниел, сгроми их, мой друг детства. Пускайся потрясающий парень, потрясающе отзывчивый. В смысле, как я с Лейлой дружу? В смысле, как? Я не понимаю этого вопроса. Очень даже хорошо. К ссору ты про Лейлу Баршева? Или про кого именно? Ой, Катюф, я на них не обращаю внимания. Я говорю, сколько людей, столько мнений. Я не обязана отчитываться просто перед каждым человеком. Тем более, если они судят меня по эфирам и не знают многое, что вообще происходит, и какой я на самом деле человек. Но, блин, это вообще глупо. Я уже повторяла, что в эфирах не всё показывают. Абсолютно не всё. И тут очень часто показ конкретно именно провокации, а как мы нормально общаемся и проводим, не знаю, веселое время. Блин, такого нет. Короче, у Барышев, я уже рассказывала, живёт месяц, и у Барышев есть очень сильные привычки. И уже получается, человек шестой-седьмой от него сбегает, так как они не могут с ним смириться. У Лейлы уже молод, она не может. Но, что когда до этого сбегали люди от Барышев, то есть были какие-то варианты о заселении. А то тут у нас сегодня был маленький кламбур с этим. И вот так получилось, что теперь я буду жить с Лейлой. А то, что сделала Барышев пассивно, я сейчас не хочу это говорить в эфире. или это покажу, что через неделю... Не буду человека позорить. Я не говорила, что не буду общаться с Лейлой. Я говорила, что я могу просто немного ограничить общение, потому что мне было неприятно. И то, я не знаю, показали уже этот эфир или не показали. Давай, подавай анкету. Мне кажется, уже поздно. Я тебе могу сейчас скинуть нашу фотографию детского садика и фотографию, где мы отдыхали на озере. Я, ты и Илюха. Такие, не знаю, там мелкие. Там, кстати, реально Илюха ещё такой полный просто. Мы тогда, помню, с родителями случайно залетели на озеро, а вы там были с палатками и с ночёвкой. Привет. Ну, по эфирам я не знаю. Мне кажется, глупо судить людей. Очень глупо. О, смотрите. Это Сейшик. Красивый. У него, короче, подписчиков в Инстаграме больше, чем... Дано больше, чем у меня, у многих на острове, на самом деле. Настолько популярная собака. Сама по себе, добрая, отзывчивая. Привет, привет. Ну что ты, Стас? У тебя было время, а ты уже его просрал. У меня дела, на самом деле, превосходно. Воскресенье, скажем так, выходной. У нас тут сейчас переезды. Но я всё равно последнюю ночь буду спать на вилле. Я не хочу в бунгало. Я уже так привыкла к вилле, к этому комфорту, к этому одиночеству, когда себе никто не мешает. Спасибо за комплименты. Спасибо. У меня карие глаза. Он всё в том, что мне не нравится. Я всегда мечтала о голубых глазах. Просто я так обожаю людей с голубыми глазами. Не важно, там парни или девочки. Особенно, когда солнце, они яркие. Блин. Я готова смотреться часами. Я не с кем. Я сейчас недавно с Леркой разговаривала. Вот она от меня переехала с бунгало. И теперь со мной будет жить Лейла. Я чувствую, это будет слишком весело. Слишком. Но я не хочу оставаться в этом бунгало, потому что у меня остались страхи после тараканов. Как раз таки сегодня вышел эфир. Как там Дэниел? Сделал мини... Как сказать, месть за Машу. И он к нам в бунгало притащил тараканов. Там были живые, как и мёртвые. И, в общем, там, наверное, тараканов 10 было минимум. И они все располазились по бунгало. И их потом травили. И вот у меня вот немножко такая фобия. Вообще, у меня арахнофобия это к паукам, а к насекомым, не знаю, как называется. Ну, в общем, суток, что... Я даже бабу обучаюсь. Мне теперь... Мне кажется, что там есть. Слышать, не надо говорить про Ваню. Ну, блин, у него, да, голубые глаза. Но, заметь, у него они сейчас были просто красные, будто бы он какой-то обдолбанный. Вот, да, я говорю, я уже голубые глаза, и поэтому я очень хочу нашу голубые линзы. В смысле звезда? Вот сейчас было обидно, обидно. Спасибо, спасибо за комплименты. Завтра у нас понедельник, день тяжёлый. Я думала, у нас будет завтра вечерний конкурс, и, наверное, дневной. Будут опять лобные все эти обсуждения. Мне они уже так надоели. А чё ты смеёшься? Слушай, нет, змеи нету. Но, получается, вот наш периметр, и за периметром есть такая площадка, куда выходить нельзя. И когда у меня было типа свидание, мы шли через джунгли, и я там видела очень много пауков просто огромных. И, блин, я визжала, я очень сильно визжала. Никто звездочку не поймал. Я какая была, такая осталась. Ваня, не трогай. Так, сколько у нас времени? Спасибо, спасибо. Что-то, Эрик, я даже про тебя забыла, пока ты не написала. Я вот только помню, что ты ушла, по-моему, в гимназию, и всё, больше я вообще ничего не слышала и не видела. Мне сказали, что тут раньше, по-моему, на этом острове ещё обитали обезьяны, то есть мне правильно донесли информацию, и потом их всех выбивали. Но вы можете мне не верить, потому что тоже в это не верю. Если было бы светло, я бы показала остров, где раньше снимался дом 2. И то есть, первоначально там люди жили вообще в палатках, это мы сейчас шокуем, потому что живём в бунгало, либо на вилле. Ну, вот. Ну, значит, пора бросать. Пора бросать. Тем более, по-моему, у вас и сигареты тоже дорогие. Тут ребята говорят, что тут, по-моему, пачка Малибора стоит около 12 евро местные, ну, около 4 и то местные, там, 10 штук. И они очень длинные. Слушай, у меня тут 50 на 50, в зависимости от момента. Бывает, мне здесь безумно нравится, и здесь настолько красиво, я вот просто восхищаюсь. Мне кажется, я нахожусь в таком райском месте, потому что я безумно люблю природу. Особенно, когда тут за рассветы, закаты, я не знаю, я могу сидеть тут часами и смотреть, и на воду. Потому что она здесь максимально красивая, голубая, не так, как у вас, Балтийская, там море грязное. Нет, я не курю, я спортсменка. Привет, здесь Питера. Я, мне кажется, возможно, курила до лет 18. А сейчас нет. Я просто подумала, в своём здоровье, что мне это абсолютно не надо. Тем более здесь так жарко. Не знаю. Я вижу, как люди сходят с ума, когда курят, тут сигареты, и не хочется. Ну и, во-первых, как бы тоже денег жалко. Мне легче потратить деньги на что-то полезное. Причём постоянно, как тут ребята сливают по 12 евро в день. Блин, там, короче, ребята тренились в зале, и у них такая песня играет крутая, даже я всё-таки слышу. Лейла, она, короче, переводит вещи в моё бунгало. Вот. Будем с ней жить вместе. Но единственное, мне это бунгало не нравится тем, что проблема с бойлером. То есть, бывает 3 минуты вода горячая, а потом холодная. И постоянно напоминаю препарат, чтобы они починили воду. И то, допустим, когда всё утром просыпаются, набор маленький. Слушай, я жила в Питере примерно 2 месяца, и очень часто его посещала, когда занималась с ними. И он, кстати, очень всё. Я люблю большие города. И, в общем, мне на пути в Питере попадались такие отзывчивые люди. У меня были такие моменты, когда жила там зимой. У меня, конечно же, айфон, который садился на холоде, и мне вот люди помогали. И, например, за один день я могла посетить очень много заведений. И там очень много возможностей. И мне понравилось то, что я жила в центре, и там на каждом пути были какие-то для меня начинающие артисты. Кто-то пел, кто-то танцевал, какие-то спектакли. Ну, мини-сценки показывали. И было так круто и здорово. Допустим, когда я шла часто за продуктами в галерею, там всегда что-то и происходило. Было так много народу, и все были такими счастливыми. Лечь тут легкие, конечно. У нас всегда подъемы, всегда. Бывает в 9-30, бывает в 10, когда-как, в зависимости от лобного. Допустим, вчера девчонки уезжали в больницу, и у нас подъем немножко был попозже. Мне кажется, он каждый раз по-разному. И, допустим, сегодня меня выделили, наверное, в 5 раз, чтобы я встала. Ромашов сейчас ни с кем. А так тут, в смысле, все очень дожатся поздно. В 2, в час. Например, вчера я вообще легла в 4 часа утра. О! Привет, мама! Здравствуйте! Здравствуйте! Как это он себя защищал? Он принес мороженое своей поляне и через редакторов передал нам мороженое. Я вот тренируюсь, и меня вот раздается мороженым. Я понимаю, что у меня такой соблазн был. Слушай, на поляне и на острове разные правила. Я не могу отвечать за правила поляна, так как я там вообще не нахожусь. Но вот мы постоянно присутствуем на лобном. Допустим, в понедельник всегда есть новые лица. И получается, приходят 4 человека. И через неделю либо кто-то уходит раньше, либо уже поляна и острова решают, кого оставить. И то есть, они должны осибирскать и показать, почему они должны быть на этом проекте. на островах, мне кажется, немного полегче. Но мне кажется, на островах и кассин тяжелее. Штука, Крис. Я не знаю, как я себя вижу через 10 лет. Я не хочу смотреть в далекое будущее и строить себе какие-то планы. У меня сейчас такой принцип, что вот я живу и наслажаюсь сегодняшним днем. У меня уже было такое, что я постоянно строю себе какие-то планы. и они постоянно ломаются. А когда я перестала их строить и у меня вот все решения спонтанные, то я вот просто с собой максимально довольна. Нет, я из поляны ни с кем не общаюсь. Там я просто за одним парнем перекинулась пару слов и все. Я под фильтром, но спасибо. Тогда. Не знаю, что вам еще рассказать про острова, про поляну. Долобный на самом деле длятся у нас очень долго. Вот в понедельник малослобный длится 2 часа, потому что вот как раз такие новые лица. Надо кого-то решать, кого вставляем. Всякие эти голосования, всякие черные метки. Да какая звезда? Нет, ни в коем случае. Я не знаю, когда домой, реально не знаю. Не хочу даже планировать. Я пока наслажаюсь здесь, потому что я понимаю, что сейчас в Эстонии не очень хорошая хорошее. Как сказать? Ай, ладно. Ну и ситуация не очень хорошая. Постоянно вот закрываются все какие-то границы, люди сейчас болеют коронавирусом, сейчас татистика гораздо больше, все закрывают, сейчас люди опять в этих масках ходят. а здесь прекрасно, здесь прекрасно. И здесь, естественно, маленькая степень заболезья. Так Собчак уже давно ушла из дома 2. Несмотря кого выгоняют. Новеньких либо старых участников. И как выгоняют? Там же сначала ставят на голосование, потом уже ребята решают. Да, общаюсь. Мы общаемся каждый день. Бывает слишком много времени проводим вместе, бывает мало. Как мне само и здесь. Я говорила, здесь прекрасно. Я безумно ценю природу и мне здесь нравится. Вам нельзя на улицу выходить, это вообще ужас. Я вот помню, когда у нас в Эстонии коронавирус проходил, у нас было правило 2 плюс 2. То бишь, максимум может находиться на улице 2 человека рядом и дистанция 2 метра. И поначалу это правило действовало, постоянно приезжала полиция, когда были большие компании, давали предупреждения, людей разгоняли. Потом уже давали штраф. Было еще такое, что в машине тоже могут находиться 2 человека. И вот у меня друзья были, которым дали штраф. В машине их было 5. 5. Мне кажется, полиция бы закрывала глаза, если бы, допустим, ну это семья, а когда компании, каких-то людей, знакомых, там, не знаю, друзей, это все штрафы давали. А потом уже в мае всем как-то стало все равно, все равно гуляли большими компаниями. Слушай, стрёмно, очень стрёмно. Особенно первое время, когда вот сюда вот приехала, я вообще не понимала, что здесь происходит. Мне вот ребята объясняли, у меня была голова забита столько информации. Я даже не хочу сейчас это рассказывать. Да, и вам, наверное, нельзя об этом знать. Я, на самом деле, очень открытый человек, очень открытый. Просто в эфирах показывают какую-то ерунду, связанную со мной. И я не знаю, почему я уже говорила, если я общаюсь со всеми нормально, то почему-то вот конкретно на лобаном у меня всегда выключается воск, абсолютно всегда. Или сложно говорить, отвечать на какие-то вопросы. Я не люблю вопросы с провокацией. Мне просто мне проще на них не отвечать и уйти, а на лобаном ты никуда не уйдешь. Нет, я не курю. Я не видела никакую акулу, но ребята сказали, что когда-то она приезжала, куда-то приезжала, приплывала. Я не буду сейчас в бодро машину, не буду. Мы с ним просто общаемся. Пока что. Слушай, бывает такое, что пришли четыре новеньких и их могут всех оставить, а бывает такое, что их могут и всех прогнать. То есть, это зависит от того, как они себя преподнесли на новых лицах. еще в зависимости, кому они пришли. Если, допустим, не знаю, какой-то парень пришел к девушке, который уже в паре, то малая вероятность, что его оставят. Но также какие-то ребята могут за него агитировать, типа вот так-то, так-то, ребята, не голосуйте против него, так как он не понравился и, возможно, бы я хотела построить с ним отношения. Мне 20 лет. Не знаю, я, допустим, какое-то время начала смотреть тоже эфиры, и я не знаю, почему, когда я смотрю на себя, мне хочется проматывать, потому что очень часто меня показывают в таких моментах, когда я не вуспанная, или когда я вообще, там, не знаю, без косметики, или когда я поплавала, и у меня какой-то там тет, я такая, блин, я вся мокрая, там, не знаю, в купальнике, надеваю первую пашу все вещи и еду. Не буду ничего говорить на яснотском, не хочу. Я прилетела найти свою сюда любовь, потому что сложно очень быть одной. Хочется, правда, заботу, какое-то внимание, чтобы за тобой ухаживали, любили и реально ценили. Да, я знаю, что очень смешно выгляжу на камере, особенно первое время. Я не люблю сидеть на лобном, потому что у нас лоб начинается просто в самое пекло, когда светерка солнца, ты не можешь нормально фокусировать свой взгляд, и тебе очень слипчет на голову, а получается, если у вас сейчас осень, то у нас весна, и у нас нереально жарко. Если когда еще приехала, было более-менее, то сейчас вообще ужас. невозможно находиться. Я уже успела несколько раз обгореть. За последнее время Женя проводила больше со мной времени, но с Лайлой тоже. В смысле минимум. Смотря кто из родителей, мама отреагировала положительно. Сегодня нам было максимально скучно, так как выходной ничего интересного не было. А допустим, когда пятница, то у нас часто в пятницу какие-то вечеринки. Ну как, были три года отношения. Ну сейчас посмотрим, кто эстонский понимает. Ну слушай, меня уже в бассейн кидали, когда у нас были какие-то вечеринки, и я к ней этому отписалась абсолютно нормально. И меня кидали несколько раз. через кастинг упала, через кастинг. Кто говорит и с кем я не буду вместе? Нет, я в Москву не хочу. Мне здесь комфортно. Мне кажется, Москва меня вообще скрушит полностью. Если мне здесь тяжело, то в Москве будет гораздо тяжелее. Здесь уже знаю всех ребят, здесь мне комфортнее. Я какое-то время читала негативные комментарии, сейчас вообще не обращаю на это внимание. Мне неинтересно мнение чужих людей, что они думают. я не знаю, сколько буду на проекте. Если будет учиться на эстонском, то никто не поймет в чем суть. О, Стелла. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня карие глаза, но очень часто я ношу линзы с голубыми глазами. Спасибо, а у нет, мне на порт не нравятся карие глаза. Мне не нравятся мои глаза. Почему так думаю, что с ним бы хорошо смотрелось? У нас еще время ранее, не хочет спать, и я привыкла жить где-то два часа ночи. Тем более сейчас тут переезд, и я жду. кстати, я буду жить вместе с Лейлой. Внизу? Нет, не внизу, в бунгало. А, да? Ну, они же с Баршевым поссорились. Сейчас вообще конкретно. И то есть ей предложили несколько вариантов, либо она переезжает на вилу ко мне, либо она переезжает к Кристине, либо переезжает к... ...